С каждой подпиской на канал мир становится добрее. Подпишись. Чувак, как я понимаю, про Ларина. Я не понимаю, что творится с этим миром. Что? Окей, подави смотреть. Мне уже интересно. Пау, поехали. Привет, Сергей. Как дела, Руслачев? Глобальная паутина захватила весь мир. Телевидение отходит на вторую. Буду бы Windows 7 на макбуке ставить. Кайф. Интернет выходит на первую. А знаете, что... Он тут же так же эпично говорит в своих же передачах на телевидении. Скорее всего. Мне пришлось отправиться в мировую сеть, чтобы решить эту проблему кардинально. С вами Сергей Дружков. Хайпанем немножечко. Боже мой. Это что, шоу про мемы или что? Я не совсем понял. Погружение в мировую паутину я решила начать с новостей интернета. Окей. Не правда ли? Это не дело. Окей, он даже спыслит свои. Как страстные. Мемы, скажем так. В официальном твиттер-аккаунте популярного портного сайта X-Hamster появилась информация о снятии блокировки на территории России. Как только я узнал об этой новости, то сразу же захотел проверить информацию, но делать этого не стал, потому что мои мысли были увлечены вопросом. Что же побудило сильных мира сего открыть доступ к этому порталу? Я обратился к потокам моего сознания и четко сформулировав вопрос, начал ждать ответов. К сожалению, ответа долго не было, и мне пришлось посетить данные. Что за трэш? Боже мой. Кайф. Кайф. Но потом мы пришло уведомление. У нас смотрится просто жесть. Напоминание о дне рождения одного моего друга. И тут я задумался. Если я удалю всех друзей, значит я не смогу поздравлять их с праздниками. И это вызвало у меня страх. Потому что ни один человек не сможет запомнить 7389 дней рождения. Даже я. А я пытался. Хахаха Хахаха Боже это... Я не знаю кто это придумал Кто придумал наш шоу Потому что это полный волн А я видел этот видос Там чувак скрывался от Квадрокоптера Хахаха 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 Когда поем же пора летать Если это видео окажется в правильных руках То оно станет популярным Я надеюсь Стоит ли добавить какую нибудь остроумную надпись Когда встретил бывшую То что вы увидели называется Мем Каждую неделю Интернет пополняется новыми И новыми мемами Подробнее о них в нашей постоянной рубрике Биржа мемов Все писали понимать что вообще творится с этим миром Сергей Дружко создал свое шоу О том какими мемасами запомнилась уходящая неделя Расскажу вам прямо сейчас Погода сейчас будоражит Вы сами видите что происходит Поэтому мемы про апрель сейчас в тренде Ну давайте взглянем на график Посмотрим как вели себя юзеры Ну вот мы видим что активность Школоты напрямую зависит от температуры Закон Чем она соответственно ниже тем выше ее активность Именно поэтому Блядь Блядь Как качественно в плане Телевизионщины Ну и количество лысых актеров Ну и плавно подошли к мему Самыми высокими показателями На этой неделе это мем про Versus Battle В котором склеснулись известные блогеры Эксперты конечно предсказывают Настоящий библейский поток мемасиков Ну и по всей видимости мемы про Versus Будут актуальны как минимум До середины следующей недели Поэтому я определенно рекомендую лайкать И репостить мемы про Versus Даже если вы вообще не в курсе что это такое Хотя бы для того чтобы ваши друзья знали Что вы в теме Ну что ж на этом у меня все С вами был Лев Собиняна Боже мой Это так смешно и абсурдно смотрится Одноклассники Windows 7 Изучая мемы я заметил что зачастую Фотографии не всегда соответствуют Насписям внизу и вверху Поэтому я попросил одного своего товарища Устроить популярный в интернете розыгрыш Боже так эпично Эти камеры и другие ракурсы Эти камеры и другие ракурсы Дружко шоу на заднем фоне Сегодня мы попытаемся Разобраться в этом Сегодня мы разберемся Насколько мемы совпадают с тем Что происходит в реальности Итак начнем Подскажите где белорусский вокзал Ага Спасибо Ты красивая Надо тебе сказать что ты красивая Пришлось закрыть лицо Нифига себе у тебя в подвороте У вас у всех классные задницы Это был Кирилл Лаврухин What the fuck Мы за правдивые мемы Акинатор Боже что творится Ютуб Это островок в сетевой пункт Дружко шоу Надоедливого спама и бесконечной рекламы Но и эта идея не могла длиться вечно Вечно только Любовь Даже в таком Не могу это сказать серьезно я говорю про раздел в тренде разделе с недавних пор начал появляться видео контент этот монтаж и не могу мне кажется что глобальной сети стали образовываться черные дыры которые поглощают информацию с одной стороны и выдают ее с другой поэтому скорее всего где-то на том конце планеты не лава не болит а то когда там делается не выстраивающий смотрят на макса плюс 100 500 иван гая и рэда 21 а также на других гуру российского youtube пока этот феномен не изучен такими известными умами ютуба как ян топлис или кей нам рядовым юзером остается ждать в надежде на то что эта ситуация разрешится сама собой янтоплис и ликует издать сергей дружкова диайвай на youtube я натыкаюсь на серьезный контент кому это выгодно кто таким образом пытается подняться за счет молодежи по-моему ответ очевиден во всем виноват алексей навальный я попытался во всем этом разобраться не сошел с ума от увиденного факты сами собой складывались в картину его интервью в программе дуть которую ведет тщеславный человек назвавший шоу своей фамилии это вишенка на торте хайпа как человек давно обосновавшийся в интернете я хочу дать совет алексею добавьте немножко позитива попробуйте снимать скетчи войны смотрите какой-нибудь интересный формат на западе воровать неплохо после это можно использовать это ли не мистик может быть я представляю навальный который снимает скетчи два человека людей вайс навальный рэпом давайте вы создадим события изначально мы видим как джарахов чувствуя приближающийся провал ларина предлагает считать ему первым но тот отказывается возможно это и стало причиной столь провального выступления сложно сказать однозначно но я попробую я не знаю после перекидывание монеты первый вечер я не знаю мы слышим мощные рифмы и панчи так меня достал ты слишком часто плачишь будто масло я не понял весь раунд дмитрия лари папа бампам вам папа папа после этого нас ждут несколько раундов, которые повторяют первый. Дмитрий Ларин, в свою очередь, повторяет фразу «пятнадцатый год». Я провел собственное расследование и попытался выяснить, что имеет в виду Дмитрий Ларин. Яндекс предложил мне один из вариантов «пятнадцатый год тире Пушкин». Возможно, Ларин пытался сделать отсылку к Александру Сергеевичу, но этого не понял никто. Боже мой, этот выпуск подходит к концу, а до следующего у вас остается ровно неделя. Для того, чтобы скратить ваши ожидания, советую вам посмотреть художественный фильм «Форсаж 8», сюжет которого действительно захватывает. Доминик Торетто предает своих друзей ради спасения бывшей, которая родила от него сына, но все зря, потому что ее убивают где-то в середине фильма. Доминик спойлер. спасет сына, но главный злодей, Шарли Стерон, не умрет. Поэтому ждите ее в следующей части. Приятного просмотра. Приятного просмотра. Он сам уже угорает, но это просто трэш. Ты, пожалуйста, спойлерил весь фильм. Это просто трэш. Я не знаю, кто придумал именно это шоу, сам ли Сергей Дружко или нет, но как же это, блядь, круто. Я ничего не понял. Воровать это неплохо. Я не знаю, кто это придумал. Я не знаю, кто писал сценарий, но как же это реально смешно. Это настолько доведено до абсурда, что это смешно. Блин, это пик абсурда, можно так сказать. Это просто реально очень круто. Я не знаю, я жду вторую часть. Я не знаю, что я так долго не делал реакцию на этот шоу, потому что 10 из 10. Реально, 10 из 10. Ребята, ссылочка на оригинал как обычно в описании. Посмотрите, пожалуйста, сами, если кто еще не видел. Блин, если не знаете, только Сергей Дружко загуглите. Там, паранормальные явления. Он много передач ввел и до сих пор может ведет, я не знаю, до сих пор я просто телевизор не смотрю, но, блин, у него много эпичных фраз наподобие. Вы понимаете, почему говорят эти люди? Я тоже нет. Типа такого вот. У него много подобных фраз, они просто топовые. Поэтому, посмотрите, он сам мем говорит про мемы, это 10 из 10. Я считаю, что это мем в кубе, блин, мем в, блядь, я не знаю, как это объяснить, но это, блин, очень странно. Я до сих пор не понимаю, что происходит вообще с этим миром. Дружкост на ютубе с шоу про мем. Ладно. Ссылочка, как обычно, в описании. Если вам понравится, моя реакция, можете подписаться на меня, личную страничку ВКонтакте. Всем удачки. Всем пока-пока.